Добрый день! Россия ведет войну в Украине, в соседней стране. После начала ракетных ударов по украинским объектам российская Минобороны сообщила, что не собирается, оказывается, атаковать города Украины или гражданское население, что сейчас и происходит. И города атакуются, и гражданское население. Совершенно невероятно, невозможно верить ни заявлениям российского руководства, ни заявлениям Министерства обороны в частности. В четверг прошла виртуальная встреча лидеров «Большой семерки», созванная, как сообщили в Белом доме, чтобы обсудить жесткие меры ведущих западных держав в ответ на военное нападение России на Украину. Президент Джо Байден обратился к американскому народу в связи с продолжающимся крупномасштабным вторжением российских войск в Украину. В Вашингтонском городе Сиэтл уже другие темы, увеличилось количество жалоб на граффити и в Виржине письмо бутылки, которое местный житель бросил в реку 40 лет назад, вернулось к отправителю. Ну, как вы видите, в основном наша программа сегодня посвящена событиям в Украине. Дамы и господа, эти темы мы и рассмотрим в нашей сегодняшней программе. Первые полосы мировой прессы посвящены военным действиям, которые Россия ведет против Украины. Вот лишь некоторые заголовки «Россия напала на Украину», «Нью-Йорк Таймс», «Соединенные Штаты обещают призвать Россию к ответу за нападение на Украину», «Вашингтон пост», «Мировое сообщество осуждает агрессию России», «Лемонт», «Россия атаковала Украину», «Эль Паис», «Путин объявил войну, чтобы разоружить соседа», «Гардиан». Агентство «Блумберг» в своем центральном заголовке называет происходящее «темным днем для Европы». Многие издания обращают внимание на тон, которым Путин сделал предупреждение – Западу не вмешиваться в ситуацию. Аналитики подчеркивают, что когда глава крупного государства грозит, как я цитирую, «последствиями, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались», это перестает быть делом только Украины или только Европы. «Цитирую президент, Путин выбрал войну, которая была спланирована и которая принесет катастрофические человеческие жертвы и человеческие страдания», цитирует Нью-Йорк Тайм заявление президента Байдена. «Только Россия несет ответственность за смерть и разрушение, которым приведет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир призовет Россию к ответу», конец цитаты. «Британская Таймс» цитирует премьер-министра Бориса Джонсона, который заявил, что Путин выбрал путь кровопролития, и с рук ему это не сойдет. Деловые издания, между тем, говорят о встряске, которая неминуемо произойдет на нефтегазовом рынке. Они подчеркивают, что на фоне событий на Украине общемировые цены на нефть и газ пошли вверх, но Россия вряд ли сможет извлечь из этого выгоду. Цитирую, дальнейшая картина будет сильно зависеть от того, как ли отреагируют на события Европы и США. Подразумевают они санкции против нефтегазового сектора или нет, цитирует Блумберг Ханса Ван Клиффа, старшего экономиста по энергетике в ABN Omro Bank. Корреспондент одной из крупнейших американских газет New York Times, Марк Швирц, побывал в Славянске, на востоке Украины. Он увидел длинные очереди к банкоматам и на заправочных станциях. Некоторые в панике просто бежали по улицам. Они, цитируя Россия, добились чего хотели, паники и дестабилизации, сказал собеседник корреспондента Евгений Балай, показывая на очередь выстроившуюся перед закрытым банком. Евгений принципиально не произносит, отмечает корреспондент, слово «Россия», говоря о Путине, называет его «этот человек». Вашингтон-Пост отдельно публикует обращение президента Владимира Зеленского к россиянам. Практически все мировые СМИ в своих материалах так или иначе упомянули об этом обращении, но американская газета «Сторожил» приводит его отдельно и целиком. По мнению журналистов изданий, это самый позитивный и трогательный момент в печальной информационной повестке четверга. Издание подкупило сразу несколько моментов. Обращение напрямую к народу России на русском языке, а также ненавязчивое, но очень уместное отсылок к истории, вероятно на контрасте с длинной и вызвавшей много вопросов речью Путина на тему истории двух народов, русского и украинского. В частности, Зеленский попросил россиян вспомнить, что украинский народ отдал в борьбе с фашизмом 8 миллионов жизней и задаться после этого вопросом, может ли нация после этого поддерживать идеологию, в которой ее обвиняет Кремль, то есть в нацизме. Это началось, цитирую, в темные предрассветные часы примерно в половине пятого повестного времени, так начинает свою публикацию британская Гардиан. Цель Путина, пишет издание, подчинение нации и ее культуре. Казалось бы, о таком невозможно даже помысить в 21 веке, и тем не менее, вся чванливая имперская мощь, армия, пехота и авиация приведены в движение. К пяти утра перед киевлянами и жителями других городов стоял вопрос, бежать или остаться. Некоторые запаковались заранее и начали покидать город, другие стали спускаться в подвалы зданий. Мариуполь, Харьков, Одесса, Херсон, множество сел и городов, поменьше по всей Украине, во все эти места пришла война, их захватывали и бомбили. На фоне этого ужаса, особенно радовали редкие зарисовки мирной жизни, хозяева собак выводили своих питомцев на утреннюю прогулку, а кафе Aroma Coffee в Киеве, в отличие от всех остальных, открылось и продавало свежие круассаны. Простые обитатели, обыватели, полицейские, военные, студенты, мужчины и женщины сказали, что готовы остаться в городе и защищать его. Минобороны России утверждает, что не наносят удары по городам, однако украинские СМИ публиковали фото поврежденных домов и сообщали о гибели мирных жителей, в том числе детей. Кроме того, по данным украинских властей, в селе Липецкое в Одесской области 22 мужчин и 11 женщин погибли в результате ракетного удара по воинской части. Администрация Мариуполя сообщила об обстреле одного из микрорайонов. Вечером представитель российского ведомства Игорь Коношенков назвал новые цифры. Были атакованы 83 наземных объекта военной инфраструктуры, сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре беспилотника «Байрактар». МВД Украины сообщило днем, что Россия совершила 203 атаки. Все поставленные перед группировками войск на день задачи выполнены успешно. В частности, обеспечен выход Херсону, так отрапортовал генерал Коношенков. Зеленский говорил о напряженных боях в пригороде Херсона. По версии Москвы, вооруженным формированием ДНР и ЛНР при огневой поддержке российской альтерии и армейской авиации удалось прорвать оборону вооруженных сил Украины и продвинуться на 6, а то и 8 километров в глубину. Стороны сообщали о боях в городе Счастье и станице Луганское, но по-разному оценивали их из код. «Продолжается проведение специальной военной операции», – сказал вечером Коношенков. Именно так нападение на Украину назвал Путин в телеопрощении, которое вышло в эфир в четверг в 6 утра. Сам Путин вечером объяснял свое решение крупному бизнесу, с которым он проводил встречу. Он назвал то, что происходит, вынужденной мерой и попросил отнестись с пониманием. Российский президент при этом считает, что Россия остается частью мировой экономики. Его слова прозвучали на фоне беспрецедентного обвала российского рынка. Днем акции российских компаний рухнули на 45%. До сих пор рекордное падение – минус 20% – было зафиксировано в 1997 году. По итогам торгового дня рублевый индекс масс-биржи упал на 33,28%, а долларовый РТС – на 39,44%. После этого было принято решение отменить в пятницу утренние торговые сессии на фондовом и срочных рынках Мосбиржи. Курс рубля также рухнул, но его дальнейшее падение сдержали валютные интервенции Центрального банка. После начала ракетных ударов по украинским объектам российская Минобороны сообщила, что не собирается атаковать города Украины или гражданское население. Это при том, что в ряд украинских городов, вроде Херсона, российские войска вошли еще вчера днем. С окоточными, цитирую, средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты противовоздушной обороны, военные аэродромы и авиация Вооруженных сил Украины. Сообщились мы СМИ со ссылкой на министерство. По данным Вооруженных сил Украины, Россия нанесла ракетно-бомбовые удары по аэропортам Борисполя, Озерного, Кульбакиного, Чугуева, Краматорска, Чернобаевцев. Также прогремели взрывы возле аэропорта в Ивано-Франковске, городе на западе Украины, в 200 километрах от польской границы. Российская Минобороны в Сколе сообщила, что подавила украинские средства ПВО и уничтожила военную инфраструктуру украинских аэропортов. Украинская сторона эту информацию не подтвердила. Погранслужба Украины сообщила, что Россия атаковала украинскую границу около пяти утра при поддержке Вооруженных сил Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ответ на это заявил, что его военные не участвуют в операции, но готовы к ней присоединиться, если об этом попросит президент России. Около двух часов дня погранслужба Украины заявила, что российские войска прорвали границу и вошли на территорию Киевской области. Также российская техника идет на прорыв границы в Житомирской области с территории Беларуси, утверждают ведомстве. Президент Зеленский также заявил, что бои ведутся в районе бывшей Чернобыльской АЭС. Позже было сказано, что АЭС захвачена. Данные России и Украины о количестве погибших военных и потерянной техники расходятся. Представители сухопутных войск Украины утверждают, что в Луганской области были сбиты пять российских самолетов. Минобороны России называют эти сообщения враньем. Также украинский генштаб сообщил, что на Харьковском направлении были убиты 50 российских военных. Однако в российском Минобороны о потерях не сообщают. В офисе президента Украины сообщили, что потери украинской стороны составляют 40 человек. Новой информации на этот счет не поступало. Телеканал CNN сообщил, что в результате военных действий России и Украины пострадало больше сотни человек. Цифры по погибшим и раненым среди гражданского населения официально еще не названы. О том, что в ДНР есть погибшие и раненые среди местного населения, сообщило руководство республики так называемой, но точных данных оно приводить не стало. По словам Зеленского, он обратился к президенту Франции Мануэлю Макрону и сейчас прорабатывается вопрос об отключении России от платежной системы SWIFT по требованию Украины для введения над Украиной полного запрета на полеты, в том числе военной авиации. Судя по сообщениям, среди европейских стран нет единого мнения по применению этой санкции. SWIFT – единственный универсальный канал передачи распоряжения о переводе денег и других ценностей между 11 тысячами финансовых и нефинансовых организаций практически во всех странах планеты. В год через SWIFT пересылается более 5 миллиардов таких сообщений. Ранее представители Украины говорили, что в санкциях, подготовленных Евросоюзом, на случай российской агрессии, речи об отключении России от SWIFT не идет. В центре Москвы полиция начала задерживать участников антивоенных протестов, акции с требованием прекратить наступление российских войск прошли также в Петербурге и других городах России. По данным проекта ОВД «Инфо», он несет в реестр организаций, выполняющих функции в России иностранного агента, к вечеру пятницы в 24 городах России задержали 167 участников протестных акций. В 7 утра Московская биржа открылась с резким падением своей стоимости – около 10%. Курс доллара при открытии составил 84 рубля, а евро – 95. Это мы говорим о четверге. На пике курса курс доллара составлял 89 рублей, но к часу дня снова вернулся на отметку 84. К этому же часу индекс Мосбиржи обвалился больше, чем на треть. Российские и иностранные авиакомпании отменили рейсы на юге России. 12 аэропортов на юге России приостановили работу до 2 марта. Это аэропорты в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе и Симферополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске и Воронеже. Украина ограничила гражданские полеты над всей своей территорией. Тем временем из российских компаний начали выходить высокопоставленные иностранцы. В четверг СМИ сообщили о сразу нескольких европейцах, покинувших советы директоров. Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн заявил изданию «Стандарт», что слагает в себя полномочия члена совета директоров РЖД. На сайте компании он еще значится как независимый директор. Финская Тюрон Санамат сообщила, что наблюдательный совет Сбера покинул экс-премьер Финляндии Эско Ахо. Владимир Зеленский сравнил Россию с гитлеровской Германией и объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Цитирую, я знаю, что эта информация абсолютно у вас не покажут на телеканалах, в соцсетях у вас много всего заблокировано, но заблокировать это зло. Это желание уничтожить нацию невозможно, заблокировать историю невозможно, заявил Зеленский, обращаясь к россиянам утром. Также он внес Верховную Раду законопроекта всеобщей мобилизации. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал Путина одуматься и дать миру шанс. Президент США Джо Байден заявил, что Путин выбрал преднамеренную войну. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушение, которое принесет это нападение. И Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом, заявил Байден. До этого он заявлял, что США ни при каких обстоятельствах не вступят в военную конфронтацию с Россией. В НАТО сообщили, что члены Альянса в скором времени встретятся, чтобы обсудить действия России. США и их союзники сегодня намерены ввести полномасштабные санкции против России, сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома. Евросоюз также введет новые санкции, которые затронут стратегические сектора экономики России и закроют ей доступ к ключевым технологиям и рынкам, сообщили в Еврокомиссии. Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав ничем не спровоцированную атаку на Украину. В Великобритании наши союзники дадут решительный отпор. Так заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после телефонного разговора с Зеленским. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в нашу передачу.